Господь сегодняшней нашей встречи в людях ценит прежде всего доброту и честность. И считает, что каждый из нас может стать частью большого дела. У нас в гостях Михаил Лавриков, руководитель и организатор благотворительных турниров Кубок Добрых Дел. Здравствуйте. 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 Начнем с детства. О чем вы мечтали? Честно, в детстве достаточно много было о чем помечтать. В первую очередь, конечно, я всегда мечтал стать космонавтом, потому что у меня дедушка был летчик. И тоже в струблении было заниматься чем-то таким грандиозным, масштабным. Я считал, что профессия летчика или космонавта – это такая достаточно ответственная профессия, где ты отвечаешь за жизнью людей, где ты занимаешься чем-то интересным. Ну, я не знаю, это что-то новое, наверное, для себя познаешь. Но чуть позже уже, когда я понимал, что действительно стать, например, летчиком, либо космонавтом, для меня уже не представятся возможности определенных, я хотел свою жизнь вязать спортом. То есть у меня родители занимались спортом, мастера спорта, лехатлетики, а мне всегда симпатизировал хоккей. И, ну, понятно, что с силы возраста, потому что у меня было уже тогда порядка 14-15 лет, я начинаю заниматься на любительском уровне. Ну и, соответственно, дальше это выросло в Ассоциации хоккеистов-любителей и проводимые турниры под эгидой ее. Интересно. Это, то есть, вот это АХЛ, расшифровывается Ассоциация хоккеистов-любителей. Да, все верно. АХЛ – это Ассоциации хоккеистов-любителей, это собраны все люди, которые имеют какое-то отношение к хоккею, которые хотели когда-то заниматься хоккеем, либо занимались на профессиональном уровне, профессиональном уровне. Не все разделены там по дивизионам. Каждый средство в мере своей возможности играет в том или ином дивизионе. Ну, то есть, мечта сбылась? Отчасти, да. Продолжая тему детства, было ли время для книг, зачитываясь вы книгами, были ли какие-то любимые герои и персонажи? И как сейчас с сочтением? Есть ли время читать, есть ли какая-то любимая книга, есть ли какие-то кумиры, может быть, на которых вы хотите быть похожи, либо повторить в жизни вы будете? Ну, в детстве, конечно, я любил очень читать, повторюсь, когда мечтал с космонавтом, я помню бабушку, купил большую энциклопедию про космос. Это была моя любимая энциклопедия, была проясущая на тысячу страниц. Я от каждой страницы читал. Конечно, в более сознательном возрасте я уже перешел на чтение литературы более мотивирующего формата. Ну, также скажу, что читал фантастику Гарри Поттера. Ну, перечитал, наверное, раз на четыре его все книжки. Сейчас, конечно, уделяю тоже большое внимание книгам, стараюсь читать книги, ну, почти на ежедневной основе. Последняя книжка, которую я прочитал, это Крис Лосс, «Никаких компромиссов», достаточно интересная книга, вышла спецагентка ФБР. Рассказывает, в принципе, как нужно вести переговоры, и какие компромиссы бывают в переговорах. Любимая книжка «Сбегая вперед, скажу», что мне посоветовал человек, которому я очень сильно благодарен, который отчасти поменял мое мировоззрение, это «Бедный богатый папа» Роберт Киосаки. Про тысячу страниц мне понравилось. Я, говорит, каждую страницу прочитал. А если вот сейчас вспомнить, например, на 536-й странице, что было написано? Да, такого, конечно, не вспомню, но помню, что там было очень красиво описано про Солнце, как оно вообще, теории формирования Солнца, сколько оно еще у нас будет светить, в принципе, какие еще существуют варианты с обогревом нашей планеты. Ну, это, в принципе, все наши планеты. Там достаточно интересные были статьи, выдержки были, ну, и также, в принципе, в принципе, пояснений очень много было. Какой-то вот литературный именно герой есть, какой-то, который кумир, на который в детстве, может быть, хотелось овняться? То есть у кого-то там дети, или Берефина, да? У кого-то зашли гостей, это был даже Винни-Пух, например. У вас вот было что-то такое, что типа, «О, да, хочу быть как вам». Вот именно литературного героя у меня, к сожалению, нет. Мне очень нравятся люди, люди, которые существуют на самом деле, то есть настоящие люди, из них есть чему поучиться, есть пример. Очень много фильмов сделано и про этих людей. Понимаете, я не могу сказать, что у меня есть какой-то там герой, я хочу подражать. Я хочу, например, у каждого взять какую-то частицу, чтобы понимать, какая-то частица поможет мне. Хорошо. Вот мечтали вы в детстве, вот читали вы. Ошибки совершали? Конечно. Все, мне кажется, люди совершают ошибки. Если бы сейчас была возможность вернуться назад, есть такие ошибки, которые хотелось бы исправить? Прям на сто процентов. Хотелось-хотелось. Вы знаете, наверное, есть, да, такая же возможность, наверное, если бы была, я, может быть, просмотрел бы тот вариант, что хотел вернуться в прошлое, изменить это. Но, наверное, я бы сказал, нет. Иначе бы я, наверное, не был тем, кем я сейчас являюсь. Я неизвестно, в лучшую или худшую сторону я мог сейчас появляться, не будет той или иной ошибки. Но знаю точно, что все те ошибки, которые я совершал, были мне большим уроком в жизни и пригодились. Кроме вот такого отношения к своему прошлому, к своим ошибкам и желания быть собирательным образом каких-то героев, в чем сейчас вас можно брать примеры? В чем вам можно подражать? Честно скажу, наверное, меня, может, так воспитали, очень много заложила бабушка, я в плане, наверное, скромности. Я не могу выделить такие прям черты характера, точнее, свои черты, которые можно там брать примеры. Но могу сказать честно, что я никогда не оставлю в беде своих друзей, знакомых, близких. Я всегда помогу и я сделаю все возможное, чтобы оказать какое-то содействие, какую-то помощь. Ну, отчасти это тоже поставил побуждение организации этого кульмира Кубок Добрых Дел. Помню, как те, если я так отступлю немного, были рядом собаки. Мы все его знаем, есть бездомные собаки, которых очень жалко. Вот мне было действительно их жалко. Я там в институте у них будки собирал еду, то есть занимался таким, чтобы оказать им какую-то помощь. Вы сказали как раз про друзей. Есть ли у вас настоящие друзья? Есть. Как вы их отличаете от приятелей, товарищей, попутчиков? Ну, здесь я проще скажу, настоящие друзей их не так много. Я их выделю всего два, которые по сей день манкулируют отношения. И, возможно, может быть, мне в том объеме с какими-то людьми я общаюсь больше, чем с ними на данном этапе. Но я всегда знаю, что эти люди всегда встанут в мою сторону и всегда помогут мне. И так же я в отношении их поступлю. Ну вот настоящие, какие-то есть характеристики? Как он отличается? Настоящий. Ну, честно говоря, для меня настоящий друг, с кем мы прошли, наверное, огонь. Вот медные трубы, как это всегда говорят, про семейную жизнь. А в детстве, да, то есть мы дружим с шестого класса. И вот по сей день уже семьи у нас. И мы все равно общаемся и находим время на друг другу. То есть увидеть нас, позвонить, все как дела. Действительно много прошли. Если вы ворачивались на сад, сколько мы прошли, сколько ситуаций у нас было, то понимаешь, что этот человек никогда от тебя не отворачивался. Можно было сделать даже, вот части нужно было сделать. Но он всегда был с тобой и всегда помогал. А были, правда, такие ситуации, например, которые были связаны с огнем? И с друзьями, да? Или с водой? Ну, конечно, разные ситуации были. То есть подростковая жизнь, она всегда такая была. Неугомонная, я прочее скажу. Но, конечно, были такие разные ситуации. Спасали кого-нибудь с пожара? С пожара нет, но... Из водой выроскивали? Нет, ну, на самом деле там разные ситуации были. Да, помогали. Вот вы в самом начале говорили, что всегда приходите на помощь. Вы также приходите на помощь и коллеге, скажем, кому-то знакомого, может, совместной игры, и лучшему другу, или нет? И все-таки есть приоритеты. Честно скажу, приоритетов нет. Я готов помогать людям, которые нужна этой самой помощи, если у меня есть определенный ресурс. То есть, естественно, если кто-то меня попросит дать миллион... А для этого у меня миллиона нет, просто банально. Поэтому, конечно, не смогу, но я постараюсь здесь все возможное, чтобы нашел от миллиона. То есть, по сути, для вас критерии лучшего друга поделятся временем? Да. Пройденным жизненным путем, так сказать. А должны ли у человека быть враги? И вот если они есть, это так сложились обстоятельства, человек такой вредный, нехороший, или просто что-то делает, двигается вперед, и когда что-то делаешь, у тебя в любом случае повысят те, кто-то был недоволен. Я вам скажу, что у каждых людей, на мой взгляд, это разное мировоззрение. То есть, кто-то видит, например, определенные ситуации по каждому вон. Для кого-то это 6, для кого-то это 9, если мы смотрим сверху или снизу. Также и в жизни, то есть, кому-то ты можешь быть хорошим парнем, а кому-то ты можешь, как ему покажется, перейти дорогу. Здесь, в качестве наживания врагов, я не скажу, что это преимущественно. Без этого никуда. И враги, если мы так называем, неприятели, они могут тебе попадать на твои зоны роста. Они, то есть, указывают именно те твои слабые места, на которые мне стоит поработать. Потому что они бьют, как правило, по ним. У вас много врагов, недоброжелателей? Честно говоря, я не знаю. Слава бы, наверное, было, что не особо не встречаюсь с ними. Ну, возможно, есть, я как бы не заморачиваюсь по этому поводу. Если есть, значит, пусть они будут. Главное, что есть и я, друзья, и они все рядом. Хорошо, пусть будут. Вы общительный человек? Да, наверное. А есть какие-то моменты, когда вам хочется при всей вашей общительности провести время в одиночестве? Провести время в одиночестве – это непозадительная роскошь. У меня и двоих детей. Но скажу так, что когда я вожу время в одиночестве, я только осредотачиваюсь на цели. То есть, работаю сам собой, обрисовываю цели, обрисовываю задачи, которые мне необходимы, строю план действий. То есть, там, где стоит подумать, сосредоточиться и поработать над чем-то. Ваши дети для вас друзья? Мои дети для меня – это все. Это друзья, это любовь к своей жизни, так сказать. Ну, не знаю, как еще описать своих детей. Учителя. Ну да, они даже показывают что-то новое, чего я не знал. Это для меня большая радость, на самом деле, и своих детей, да, действительно, в своей семье я очень с ними люблю. Вот вы много читаете, много с кем общаете. Есть какой-то ценный совет, или какой-то, может быть, кредо, там, девиз, который я прям произвела на воспечатление? Что-то вы прочитали такие, вот, вот это я искал всю свою жизнь, вот так вот оказывается надо было делать. Знаете, да. Повторюсь, в свое время я встречался с очень хорошим человеком, который был достаточно состоятельный, я собирал машину, ну, скажу, не по своим средствам. Очень хотелось такую машину. И у него, как раз, это была машина, он приехал ко мне на этой машине, мы встретились, он говорит, ну, прокатись. Я прокатился, все. Он говорит, классно? Я говорю, да, конечно, классно. А я, причем, эту машину очень сильно хотел. Он говорит, так вот, тебе не нужна эта машина. Ну, и я начал задумываться, ну, почему не нужна эта. А это, как он мне объяснил на тот момент, это средство передвижения, это пассив, который будет забирать деньги. И тогда я начал думать, ну, действительно, то есть там у нас был большой достаточно диок, это, как я сказал, я говорю, это как раз тот человек, который прочитал. Я посоветовал мне прочитать «Богатый, бедный папа», что мы работаем не за деньги, мы работаем за опыт. Самое главное, чтобы у человека в старости были активы, ну, и вообще в целом жизни, чтобы он мог жить, не работая. И тогда я задумывался действительно, зачем мне, там, например, искать средства на такую машину, загонять, грубо говоря, себя в долгий. То есть, в принципе, можно подумать головой, взвешивать себя против, взять, например, проще машину и заняться чем-то помимо еще. Вот этот вот совет, вам не нужна эта машина. Вы его как-то потом трансформировали в жизнь? Ну да. По другим ситуациям. Конечно, я на самом деле немного стал смотреть на свои желания по-другому. То есть, когда появлялись определенные возможности, появлялись определенные желания, я действительно начинал ставить на чашу усов, всегда возвращался к этому случаю, действительно нужно ли мне это, или меня устраивает то, что у меня уже есть. Зачем, например, что-то новое, пусть оно будет немного лучше, оно действительно мне пригодится или нет в жизни. Вот такие вот вопросы я всегда ставлю тебе по собой и мысленно всегда возвращаюсь к тому нашему разговору, даже по месту, где мы общались. Вы различаете, вот когда что-то выбираете, да, престиж, там, какие вот варианты, оценки? Критерии выбора? Да. Критерии выбора, на самом деле, первое для меня это полезность. Действительно, насколько это будет полезная вещь для меня, или кого я выбираю. Второе, это уже, наверное, смотрю на определенные характеристики, то есть смотря на зависимости от того, что я выбираю. Так, прям, четкие критерии для того, как там бренд, что если мы там говорим про покупку чего-то или еще что-то такого нет. То есть вот такие критерии, то главное, полезность, необходимость и там уже смотрю на остальное. Вот заходите вы в магазин, например, перед вами лежат яблоки, большие, красивые, такие, за 200 рублей. Ну и такие поменьше, понекраснее, по 100 рублей. Вот здесь вы как? Вы смотрите на ценник или смотрите на яблоки, или вот как здесь вот это? На реакцию продавца. О, как интересно. Так, какая реакция продавца? Ну, на самом деле, у меня есть достаточно большой опыт работы в торговле, всегда видно, ну, как, соответственно, человек начинает предлагать тот или иной товар. И здесь еще важно понимать, ну, тот товар, который я беру, ну, с кому я беру, ну, сколько он необходим. Например, если я хочу перекусить, мне нужно дозавтра под мой яблоко, я всегда возьму тот яблоко, который мне будет взяли на нравится. Даже с продавец, мне, например, он будет предлагать усиленно тот яблоко, который он хочет продать. А если, например, ну, то есть там, я беру там яблоко с своим детям, то, конечно, я посмотрю на продавца, посмотрю на его реакцию, то есть, ну, соответственно, все равно выдает себя, то, что он хочет продать, значит, он хочет продать в первую очередь для чего-то. Ему это нужно. Всегда я считаю, что люди, когда, ну, у нас в жизни, в принципе, это рыночное отношение, мы всегда продаем либо себя, либо еще что-то, ну, в процессе диалога с кем-то. И потом мы, соответственно, возвращаемся за этим же. Поэтому, ну, я думаю, что видно по продавцу хочет, но в первую очередь нет. Понятно, интересный критерий. Хорошо. Как вы относитесь к Омску, городу, в котором живете? Омск, на самом деле, я очень люблю. Я здесь вырос, это моя родина. В прошлом году мне пришлось покинуть Омск по определенным обстоятельствам за работой. Я прожил два месяца или три месяца в Екатеринбурге. И, честно, всех очень хвалят Екатеринбург, все довольны. Там есть метро, там большой город, там аэропорт не в городе, достроенный. Я не ощутил, не знаю, может быть, может, я привык к Омску. Действительно, я люблю Омск. Я не ощутил того, эффекта вау, наверное, который все ощущают, когда покидает Омск. Поэтому я с большой радостью вернулся в Омск и продолжаю тут жить. Не звучит так. Омск. Екатеринбург. Разница. Есть у вас любимое место какое-то в Омске? Да, есть. Это как раз в теме аэропорта. Это аэропорт Федоровка. Объясню, почему. Интересно. Этот аэропорт находится рядом с удовольствием товарищем авиатора. В свое время, я думаю, дедушка работал летчиком, ему выдали там дачу. И я с маленьких времен постоянно ездил взаим. И видел, как это аэропорт. Ну, строился в процессе, там, конечно, он уже достраивался. И, то есть, постоянно проводил там время и до сих пор стараюсь проводить время. Дача просто рядом и я вижу этот аэропорт и как-то, не знаю, когда я приезжаю в ту часть Омска, мне комфортно становится. Ну, он строился, потом не строился, а сейчас вот он непонятно вообще в какой паре находится. Да, я... Все равно комфортное место. Да. Потому что привык, наверное, потому что знаю, что езжу, ну, не знаю, почему-то аэропорт Федоровка. И как часто вы на дачу ездите? Ну, каждую неделю стараюсь с пятницы по воскресенье. Кроме такой вот вечной стройки Омского аэропорта Федоровки, вечной стройки метро, какие еще, на ваш взгляд, есть проблемы в Омске? То есть, чего-то именно вам не хватает. Поехали, там, там, можно говорить, экология, дороги, там, прочее, прочее. Именно вам, как человеку, чего не хватает, чтобы Омск стал еще более лучше, еще более любимым, скажем так? Вы знаете, наверное, в силах каждого мяча сделать наш город лучше. То есть, элементарно, например, относиться к нему большим уважением, не мусорить, общаться, доброжелать. Конечно, если мы откроем любые социальные сети, видно, я покинул Омск и так далее, обостренная, проблема нашей молодежи и в целом, в принципе, населения. Но я не скажу, что действительно Омск это такой плохой город, от которого стоит бежать. В каждом городе ты можешь создать благоприятное окружение вокруг себя, просто элементарно общаясь со своими коллегами, со своими друзьями, в принципе, с людьми, более доброжелательно, более вежливо, отвлекаясь на просьбы, соблюдать чистоту, соблюдать какой-то там порядок, не шуметь, постараться, чтобы не было плотного негатива, стараться, чтобы твой город был лучше. Вот элементарно. То есть, ты едешь в Москву, если ты мусоришь в Омск, предлагаешь, если у тебя позволяют выкинуть бумажку на улице в Омск, ты едешь в Москву, ты будешь таким же, что, конечно, Москва у нас более многомиллионный город, а это может не так заметно будет. А здесь, я считаю, что в первую очередь это отношение людей к нашему городу влияет на само восприятие. То есть, для нас в Омске все хорошо, а в Омске нет проблем. Какой у меня людей? Я не скажу, что прям нет роли возможных, отчасти они есть, не вдаюсь, скажу честно, не в политику, потому что есть люди, которых мы выбираем, которые отвечают за наше благосостояние. Если в моих силах есть что-то сделать лучше, например, как любительский хоккей, редко развитие любительского хоккея, привлечение, например, детей уже до школьного возраста, которые не профессионально занимаются каким-нибудь еще что-то, организация каких-то матчей, организация мероприятий совместно с какими-то фондами. Это, ну, в моих силах я это реализую. И, конечно, я буду это реализовывать с большой охотой, с большой радостью для меня. А таких проблем, ну, я не выделю, я думаю, каждый отвечает за свою сферу. Возможно, не знаю, последняя проблема это, наверное, работа, участие работодателя, но я скажу, что везде, ну, нас нигде не ждут, чтобы нас взяли сразу директором какой-то очень крупной организации, везде нужно пройти все и начинать с нуля, как и любой другой импульс. Наверное, мировоззрение у людей немного свое. Все. Вот берем тогда среду городскую, да, и человека. Вот кто кого делает? Что первично? Среда делает человека или человек делает эту среду? Ну, для меня, наверное, человек делает среду. Человек делает окружение вокруг себя, делает вообще в целом жизнь с этой краской. То есть, что бы ни происходило в этой среде, мы можем всегда изменить. Конечно. Спасибо каждому. Главное – желание. Хорошо. Вы себя к какой категории относитесь? Людей? Подростки? Молодежь? Взрослые? Пожилые? Как бы, конечно, не хотела себя отнести к молодежи, но ты понимаешь, что уже возраст 30 лет, я, конечно, я не говорю, что там, ну, я отношусь к каким-то пенсионному возрасту, но понятно, что уже категория взрослые, так уже есть дети, которые уже с перстанут подростками, но хотя… молодежный возраст какого-нибудь до 32-х, до 35-х. До 35-ти. До 35-ти. Ну, уже сделаю. А, уже сделаю. Ну, значит, молодой еще. Не отвертитесь от молодежи. Главное – душой не стареть. Хорошо. Тогда, как представитель молодежи, как вы видите, чего не хватает современной молодежи? Современной молодежи, наверное, не хватает желания работать, желания реализовывать себя. Очень, ну, понимаю, что мы живем сейчас в сферу инновационных технологий, где социальные сети продвигают, в принципе, абсолютно все. И многие хотят быть похожими на блогеров, при этом, например, ничего не делают. То есть, для него пойти на завод, помахать, это что-то… не ко мне, а поснимать себе видео в Тиктоке – это да, я хочу стать выгодом. Наверное, больше воспитание того, как нужно зарабатывать деньги. Отсюда идет весь негатив в сторону нашего города, что нет возможности реализовать себя. Поэтому, получается, какие-то у нас занцы, когда нам пытаются вон покинуть большое количество молодежи. Поэтому, наверное, в первую очередь желание работать, я отмечу. А вы считаете, что блогеры-то не работают? Если человек с талантом, со страстью к этому делу? Я очень в свою жизнь отношусь к любому виду профессии, и блогерам в том числе. Просто у нас, я имею в виду, что молодежь восприятия блогеров, это значит, я сижу, себя снимаю и должен получать за это деньги. То есть, при этом, ни в чем-то там не модернизируется, не развивается. Понятие достаточно узкое, когда, например, говорят, что пора, можно поменять сферу деятельности, пойти поработать в другом месте, они относятся резко негативно. То есть, сейчас становятся проблемой, повторю для меня, это, наверное, желание нашей молодежи работать, развиваться в чем-то. Говоря про темное развитие, не так давно Россия перешла на грантовую систему. То есть, раньше все решало министерство, умный, дядя высоких кабинетов, испределяя средства. Теперь, мой желающий может подать заявку на какой-то свой проект, свою идею, реализовать, и зачастую у меня братья 5-7 человек, потому что своя специфика небольшая, они реализовывают, они как бы счастливые, что-то улучшают. Как вы считаете, как житель Омска, что-то изменилось с грантовой системой и в целом дало этот отчет для реализации каких-то новых идей, проектов и в Омске как вот было 10-15 лет назад так все и осталось? Нет, мы видим, в принципе, как Омск меняется и забегает вперед по грантовой системе в той сфере, в которой я нахожусь. Недавно наша спортшкола имени Кожевникова Александра любительского чемпиона выиграла грант на поддержку и организации Слэш-хоккей в Омске. Слэш-хоккей это как раз хоккей для людей с ограниченными возможностями, то есть они имеют специальное оборудование, коляски и, соответственно, экипировку. И до этого в Омске этого не было. То есть люди, которые хотели у нас хотя бы быть как-то близки к спорту, к хоккей, они не могли именно там и заниматься с ними, там, первых негде было, во-вторых, не было специального оборудования. То есть благодаря гранту в Слэш-хоккей имени Кожевникова нам дал возможность этим людям как-то себя реализовывать, как-то показывать и что больше всего мне нравится, что туда привлекает еще молодое поколение. Да, дети у нас тоже есть с ограниченными возможностями. Как раз наш герой парнира Кирилл Самчук он имеет центральный паралич в нейрной системы, естественно, не может полноценно передвигаться, но горит желанием и занимается во всю с вашей хоккеем. И когда ты видишь огонь в его глазах, это страдает действительно внутри, такие чувства переполняют. То есть грантовая система это добро и оно меняет мир? Ну, на мой взгляд, да. На мой взгляд, по крайней мере, из тех познаний, которые я имею грантом, я считаю, что да. Что для вас значит слово патриот? Вот кто это? Какой это человек? Как его определить? Что вот этот патриот, а этот не патриот? Я думаю, что патриот каждый, наверное, в душе. То есть нет прям такого, что я патриот, если я одеваю футболку, где написано я русский, это не значит, что человек не патриот. Патриот тот, кто будет любить свою родину, свое место, где он родился, с уважением относиться к своим близким, к своим согражданам и в случае, чего он всегда будет защищать свою страну вне зависимости от того, какой там политический строй, какие-то экономические реформы проводить. Устат не позволит врагу заводить его же родное место и его территорию. И патриот? Я думаю, что да, сейчас я не задавался вопросом, но в случае чего, конечно, я готов защитить свою страну, своих людей. Вы акцент такой поставили, что, ну, наверное, патриот каждый внутри. Так вот, вы патриот, давайте разграничим, внутри и снаружи. Вы какой патриот? Внутри и снаружи? Я больше, ну, патриот внутри, да, то есть я ни в коем случае не стесняюсь с тем, что вот имею русские происхождения, я горд, всегда за свою страну, когда у своей страны получают какие-то успехи. На внутреннем или внешнем спортивном мероприятии, там, политически я себя не затрагиваю, потому что не имею особого образования, наверное, в этой сфере. Так, да, всегда я горд за свою страну, за своих людей, которые защищают флаг нашей страны. Если взглянуть под другим углом на патриотизм, сейчас такая массовая, скажем так, тема направления, многие уезжают из Омска, ну, как бы мы на первом месте в России, полуболи на сегодня, и многие, в принципе, уезжают из России, куда-то в Европу, боя за лучшую жизнь. Как вы считаете, надо и оставаться здесь, и менять, чтобы другие не уезжают, что делать в своих силах, и можно как бы быть патриотом, и находясь там где-нибудь в Австралии на пляже, и любить свою дорогу родину? Вот как лучше уехать и остаться? Знаете, ну, наверное, у каждого своё, то есть мировое зрение, каждый сам себя видит по-разному. Я считаю, что всегда можно в своей стране реализовать себя, сделать её лучше, и сделать так, чтобы было тебе комфортно жить здесь, чтобы тебе не хотелось никуда уехать. Конечно, есть много нюансов, но если каждый хотя бы начнёт сам сюда, и что я могу сделать, чтобы было действительно лучше, я думаю, что мы сможем что-то поменять. Как говорится, Москва не сразу строилась, поэтому всё впереди, всё в наших руках, и покидать страну, убежать и говорить, что там лучше, а здесь не очень, это просто говорит о том, что ты ищешь, не хочешь ничего делать, а просто хочешь там где-нибудь лучше. И я повторюсь, что не факт, что такое прелесть, там где-нибудь лучше. Ты сам себя ставишь, сам делаешь свою среду, то есть, и окружение вокруг себя. Но это покидая страну, покидая город, скажем, в Омске экология не очень, там зарплаты небольшие, даже в Средней Тюмени там и зарплаты побольше, и там, допустим, нефтехимка больше, то есть технические специальности лучше. Стоит ли покидать Омск, там, в Тюмень, да и возвращаться, и стоит ли покидать, и не возвращаться вообще. И вот где родился, всё, вот здесь живи и барахтайся. Да нет, у нас свободная страна, кому-то, например, покажется, что его специальность будет востребована в родном городе больше, чем в его родном городе. Такое тоже действительно может быть. Кому-то больше, например, нравится, повторюсь, когда я хотел стать пилотом, я понимаю, что в Омске, к сожалению, не смогу обучиться на этом, только в Ульяновске, то есть, но узкая специальность, специфика вузов. Здесь все зависит, мне кажется, в первую очередь, остеренный человек, это кто хочет человеку учить в жизни, и там действительно понимает, на той или иной специальности он в другом городе сможет реализовать себя, и при этом этой специальности нет в Омске, то тогда, конечно, а если эта специальность есть в Омске, и у него просто будет негативное отношение к нашему городу, он будет считать, что в Омске он не сможет себя реализовать, то здесь вопрос, конечно, человек. Давайте возьмем философские категории теперь. Или нет, отрезки времени, прошлое, настоящее, будущее. Где вам комфортнее, и что для вас? Вот эти философские составляющие, прошлое, настоящее, будущее. Ну, прошлое для меня это фундамент, в первую очередь, я понимаю, как я закладывал, уже понятно, что часть прошлого мы не вернем, но всегда, чтобы в наших силах применять будущее, если мы живем настоящим. Поэтому для меня, конечно, ценность, если из этих трех временных рамок выбирать, это настоящий, потому что нужно пользоваться тем, что ты живешь здесь сейчас, пользоваться этим моментом, и понимать, как ты сможешь заложить будущую составляющую своей жизни. Я подумал про Киосаки, вот этот богатый папа, там же этот квадрат, где там наемный работник, потом там четыре составляющие, наемный, потом, по-моему, бизнесмен, приниматель, инвестор, что-то еще, инвестор, помните? да, да. Ну вот давайте с настоящим, прошлым, будущим вот эту схему наложим. Для вас есть, ну, вы себя где видите вот в этой, в этом квадрате? Наверное, сложно, это достаточно вопрос, потому что квадрат идет, если мы говорим, например, про настоящее, то сейчас я уже, наверное, на этапе инвестирования, то есть я вкладываю что-то, там, вкладываю свои силы, вкладываю свои идеи, и, соответственно, смотрю, что из этого получается уже на будущее задел. В прошлом, да, конечно, я там был работник, я познавал все, я так понял, как и что, где мне нужно, где себя реализовывать, в чем себя можно реализовать. Наверное, на будущее есть еще какой-то там вот отрезок развития? Да нет, я, честно говоря, может, специфика такая моя, что не люблю сидеть, сложив руки, мне нравится, мне просто сидеть там, например, и плыть по течению, смотреть, что происходит вокруг меня. То есть мои силы, я считаю, что-то поменять, что-то реализовать, чтобы это стало еще лучше. Говоря про инвестиции в будущее, есть какой-то определенный пророк денег, после которого вы поймете, что уже можно заниматься любым делом, вне зависимости от материальной составляющей. Вы говорите, мне хватит, детям хватит, внукам хватит, пойду там, не знаю, в монастырь, грубо говоря. Вот есть какая-то вот такая цель, отсечка, до которой вы достигли, и все. Ну, вы знаете, нет, опять же, возвращаюсь к Иосаке, значит, наши потребности растут с нашим желанием, по-моему, практически, не помню. Ну, сам факт, что для нас нет вверхных планов, то есть, когда у нас становится больше, например, заработок, у нас возрастает по аппетиту, желанию, я не говорю это, например, по материальной составляющей, это также могут быть реализации в разных проектах. Нет, наверное, я не хочу встречать старость, монастырия на пенсии, я хочу пробовать реализовать, это интересно, пока что мне нравится, опять же, говоря, настоящее, мне интересно, мне это нравится, и я, конечно, интересован, что мои дети с ними ни в чем не нуждались, были также образованы, нашли свое место в жизни и, соответственно, создали уже свою вверху семьи. Чуть продолжая такие мечтательные моменты с входа в монастырь, машина открывается дверь, заходит, Владимир Владимирович Путин, говорит, у меня вот две минуты, машина сломалась, пока чинят, вот, могу с вами поговорить о чем-то, а вам есть, что ему сказать, о чем его спросить, попросить? Ну, наверное, чем я спросил Вадима Владимировича, это где он будет играть в защите или в нападении. Классно. Да нет, я не веду в хоккей. Я понял, так я понял, хороший вопрос, на самом деле. На самом деле, нет, человек, как бы там, например, о нем не отзывались, он тоже, значит, сделал достаточно многое, то есть он, не буду говорить о политической составляющей, я считаю, что человек с очень сильным стержнем, этот человек, который действительно, невзирая на то, что происходит в отношении его различными там, как мы, с пропандемистскими организациями, он не сменяет свою цель, он не сменяет свой курс, и я считаю, что, наверное, человек достойный сейчас находиться в власти. Интересный, мне понравился вопрос, да, где вы будете в защите или в нападении, что это вам дает? Ну вот если я отвечу, я хочу в защите быть, вот что вы обо мне сразу узнаете? Нет, на самом деле, это вопрос, какой относящийся к фестивалю Сочи, мы знаем, что наш президент основал ночную хоккейную лигу, был инициатором, и внес ее в региональные проекты всей России, и, как правило, он принимает участие в фестивале Сочи, который проходит в конце апреля, к этому относился вопрос, с ним на звене сыграть, в последнее будет нападение или в защите. Понятно, а я-то думал, что-нибудь сейчас такое узнаем удивительно, вопрос-то хороший. Как вы видите будущее России в отдаленной перспективе? Как вам учиться, чтобы... Конечно, хочется, чтобы уже смотря, как происходит, проходил Олимпиаду в Токио, и я видел, что наши спортсмены защищали нейтральный флаг, и какое отношение сейчас Россия занимает в мировом спорте, оно, я считаю, занимает достаточно такое место, точнее, ассоциация у других стран предвзятая в отношении наших спортсменов, потому что наши спортсмены там нечестно выиграли стезание в плане допинга. Я хочу, чтобы, ну, это все ушло на второй план. Действительно, в первый план у нас были командные соревнования среди стран, чтобы наши спортсмены могли защищать свою страну, свой флаг, свою родину, и в будущем, конечно, хочется в нашей стране пожелать только развития, роста, инноваций, технологий, наверное, чтобы жизнь для наших граждан становилась с каждым годом все лучше и лучше. Говоря про медали, когда подводили итоги, медальный зачет, везде писали не Россия по нашим каналам, а наши, в новостях писали наши, то есть не Россия, а наши. Вот как вы считаете, скажем, своеобразный пиар-ход, чтобы сплотить народ, и это вот именно мы идем на поводу у Запада, и не говорим, что да, мы Россия там заняты, третье, четвертое место по медальному зачету, просто что наши. Ну, честно говоря, не задумывался, потому что в основном, насколько я помню, везде говорили «Россия», ну, по крайней мере, в тех новостях, которые я смотрел на социальных сетях. Ну, а так, конечно, когда я помню, наши хоккеисты выиграли золото Олимпиады, когда гимна не было, была просто музыка, когда они выпели, обнявшись, она показывала всем, что вы можете нас бить, и бить, и мы все равно сами будем дальше делать то, что делаем. Поэтому, ну, не знаю, наверное, больше думаю, что если мы это делали, то делали только что чтобы сплодить наш. Это такой силы русского духа, скажем так. Ну, я думаю, что да. Подводя итоги первой части, все-таки в чем для вас смысл жизни вот так вот так глобально? Ну, понятно, что дети, да, как бы с такой теплотой не говорят, что еще? И есть такой момент, когда вы поймете, что жизнь прожита не зря? Смысл жизни, ну, если мы не берем семейные ценности, а смысл жизни сделать жизнь других, точнее, не других, а 6 из тех людей, которым не совсем полезло в жизни, наверное, так правильно выражусь, какие-то есть ограничения или еще что сделать лучше, сделать пригоднее их прожизни и сделать, внести больше радости в их жизнь. Ну, критерий кого-то нет, видно, например, я вижу то, что происходит, я вижу, что мы помогаем, я вижу, что обратная связь от тех людей, которым мы уже помогли, как мы помогли, и что с детьми происходит, и это действительно заставляет улыбаться, заставляет, наверное, гордиться тем, что ты делаешь, и добавляет еще больше нафрас, чтобы помочь еще больше размешивания, чтобы у еще больших детей была такая же возможность получать значимую помощь, значимую помощь. А вот есть ли какой-то критерий, может, у вас там цель, допустим, чтобы тысячи детей, да, там, сыграло хоккей, сто тысяч, все дети России сыграют хоккей, вот есть какой-то критерий, когда понимаешь, что да, вот все, проект выпуги на сто процентов. Ну вот как раз, если мы говорим про кубок добрых дел, то здесь цели, кого нету, в каком количестве оказать помощь. Цель есть только действительно оказать качественную помощь, то есть можно, конечно, сто тысячам людей раздать по сто рублей, и вроде это будет помощь, и ты поможешь сто тысячам, а можно дому действительно помочь, в том, в чем он нуждается. Поэтому я, наверное, выберу второй вариант, чтобы помогать, не в таком большом обмене, но в том числе, помогать качествам, чтобы действительно помощь была направленная, помощь была сообразная, и она в графике. То есть лучше меньше, но лучше? Ну, думаю, что да, для меня так. Каждый из нас может стать частью большого дела. Оглянитесь вокруг, посмотрите, возможно, кто-то рядом с вами нуждается в вашем внимании и в вашем участии. Продолжение следует... Продолжение следует...